Добро пожаловать в Библейскую субботнюю школу Центра Духовного Просвещения. В этом квартале мы изучаем послание апостола Павла в Ефес. Предыдущий урок был вводным, и вот сегодня мы приступаем, собственно, к тексту послания. Этот урок называется «Божий великий замысел, сосредоточенный на Христе», или же, если переводить с оригинала пособие дословно, «Божий великий христоцентричный план». Второй урок в этой серии. Послание в Ефес, первая глава, стихи с 3 по 6. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». После приветствия в первом и втором стихе первой главы начинается непосредственно сам текст послания. И вот главная тема и первое слово в этом тексте – это тема благословения. Вопрос – как в этом отрывке представлена тема благословения? В третьем стихе написано «благословен Бог». Вначале Павел благословляет Бога, провозглашает «благословен Бог». То есть люди благословляют Бога. Далее в этом же третьем стихе «благословивший нас». Бог благословляет человека. И причина, по которой человек благословляет Бога, заключается в том, что он, человек, обретает благословение от Бога. То есть наше благословение Бога и есть наш отклик на благословение, полученное от Него. Вот так начинается послание. Сама постановка вопроса для многих христиан звучит необычно. В христианстве эта традиция – благословлять Бога – не так развита, как, скажем, в иудаизме. А вот апостол Павел, будучи частью библейского наследия, прекрасно эту тему знал и понимал. Тех, кто знаком с современным иудаизмом, им тоже легко понять суть этого дела. В иудаизме масса благословений Всевышнего. Стандартная формулировка такова – «Баруха таануна илухейну мэлэхалам». Благословен – это Господь Бог наш, Царь Вселенной. И дальше следует сам текст благословения, указываются причины, за что человек благословляет Господа. Интересно задать вот какой вопрос. Где впервые в Библии есть факт, запечатлен факт благословения Бога? Это, конечно же, книга «Бытие». Первый случай – 9 глава, 26 стих. Вот что там написано. Потом сказал «Благословен Господь Бог Симов». Это слова Ноя. Во второй раз мы находим благословение Бога в 14 главе книги «Бытие» в 20 стихе, где написано «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Это слова Мелхиседека. Он благословляет Бога. И дальше на эту тему в Священном Писании говорится очень много. Что касается первого призыва, первой заповеди, первого повеления благословлять Бога, оно содержится в книге «Второзаконии» 8 главе в 10 стихе. Написано так. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Обратите внимание, в контексте пищи благословляется не пища, а благословляется Бог, который подает пищу на стол. Это вот первая заповедь. А дальше таких призывов в Библии достаточно много. В качестве примера посмотрим на 134-й Псалом, стихи 19 и 20-й. «Дом Израилев – благословите Господа! Дом Ааронов – благословите Господа! Дом Левин – благословите Господа! Боящийся Господа – благословите Господа!» Будучи верным этим заповедям и находясь в русле библейской традиции, апостол Павел начинает это послание в Ефес этим же самым делом. Он благословляет Господа. Как же это делать? Вот для тех, у кого нет этой привычки, как строится благословение Всевышнего? Как оно осуществляется? Послание в Ефес, первая глава стихи из 3 по 6, которую мы прочитали, содержит следующее. Вначале провозглашается благословение. «Благословен» – третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», а далее указываются причины. Он нас благословил, Он нас избрал и так далее. То есть провозглашается «благословен Господь, который» или «благословен Господь, Бог и прочее», и дальше «сделавший», «призвавший», «осуществивший» и так далее. Вот довольно просто строится текст благословения. Найдём слова, которые описывают все духовные благословения в прочитанном отрывке, и зададим очень важный вопрос. Как обретаются все эти благословения? Каков способ обретения всех духовных благословений? Итак, назовём их и укажем способ. Третий стих. «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Итак, благословения от Господа. Вот что постулируется. «И они осуществлены, обратите внимание, они даны во Христе, благословившие нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Далее, в 4 стихе. «Он избрал нас и снова в Нём во Христе Иисусе». Отец избрал нас в Нём. Далее. «Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Теперь 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Усыновление осуществляется благодаря посредствам Иисуса Христа. «В похвалу славы благодати своей» – 6 стих. «Который Он облагодатствовал нас в возлюбленном», то есть в Сыне Своём, в Иисусе Христе. Итак, ещё раз. «Благословивший во Христе Иисусе избрал нас в Нём по благоволению» и дальше 6 стих. «Облагодатствовал нас в возлюбленном». Вот причина, по которой этот урок так и называется. «Божий великий замысел, сосредоточенный на Христе» или же «христоцентричный план». Потому что всё, о чём пока что мы читаем, оно сосредоточено в Иисусе, в Его Личности и в Его совершениях, в Его служении, в Его деяниях ради нас. Вот это главный тезис начала этих стихов и строк послания в Ефес. Вот эти все благословения, о которых мы здесь читаем, когда они были определены, когда было решено, что это всё состоится, когда это было решено, дальше, по какой причине и с какой целью? Четвёртый стих отвечает на первый вопрос. «Он избрал нас в Нём прежде создания мира». Все вот эти духовные благословения, которые нам доступны, они были определены прежде создания мира. Не только нас не было как личностей, индивидуальностей, ещё человеческого рода не было, земли нашей не было, Вселенной не было, ничего не было, а Божьи благословения уже были приготовлены. Он избрал нас в Нём прежде создания мира. Почему же? Чем был Бог мотивирован? Какова причина всех этих благословений? Пятый стих говорит «по благоволению воли своей». Вот и всё, вот и вся причина. Потому что Бог таков, потому что Он так захотел. Это благоволение, воля Его благая, угодная и совершенная, как Абдустал Павел пишет в Послании к Кремлянам в 12 главе. То есть причиной всех наших благословений, которые здесь перечислены, является Божье решение, Божья благость, Его благоволение. И какова цель? Шестой стих говорит «в похвалу славы благодати своей». Что это означает? Вот современный перевод Института перевода Библии в Заокском. «Дабы во всём своём величии была явлена слава Его благодати». Бог о своей благости, о своей доброте, о своей благодати хотел поведать всем. Ещё до сотворения мира Бог желал, чтобы о Его благодати все, кого Он сотворит, узнали. И потому Он и принял решение о всех этих духовных благословениях, которые позже были реализованы в истории мира. Итак, когда, прежде создания мира, дальше, по какой причине, по Божьей благости и с какой целью, для того, чтобы об этом все узнали, дабы во всём своём величии была явлена слава Его благодати. Что предшествует Божьему избранию и предопределению? Здесь используются вот эти важные, весомые слова, которые, к сожалению, очень часто исследуются в отрыве от библейского контекста. Такие слова, как «избрание», «Он избрал нас в нём», это четвёртый стих, «предопределив», пятый стих, «избрание», «предопределение», что всему этому предшествует. Лучше всего, пожалуй, в рамках послания апостола Павла об этом написано в послании к римлянам, восьмой главе. Прочитаем там стихи двадцать девятый и тридцатый. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Здесь представлена череда Божьих действий. И первое из них – это предузнание. Это именно знание наперёд. Бог знал будущее. Он знал о той беде, которая случится во Вселенной, в том числе в истории наших прородителей Адама и Евы. Бог, зная будущее, исходя из своего предузнания, Он принял загодя, наперёд, гарантировал решение всех этих проблем, которые возникнут в будущем, и вот потому принял определённое решение, потому избрал, потому предопределил и так далее. Бог, исходя из своей благости, наперёд обеспечил для человечества решение всех проблем, которые возникнут. Итак, послание в Ефес. Первая глава. Продолжаем чтение. Сейчас обратимся к стихам 7 и 8. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Продолжается разговор о тех благословениях, которые сосредоточены и реализовываются в Иисусе Христе, в Его Личности, в Его служении, и вводится два очень важных термина, в котором мы имеем, 7 стих, прежде всего, «искупление кровью Его». Что такое искупление? Во свете иных переводов. В современном переводе российского библейского общества говорится «свободу». Мы имеем свободу в переводе нового мира «освобождение выкупом». Вот это слово греческое в подлиннике «аполютросис» в послании к евреям, в 11 главе, в 35 стихе, в синодальном переводе передано так. «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождение». А «аполютросис» здесь переведено как «освобождение». То есть сама идея такова – кто-то не свободен. И вот для того, чтобы вывести его на свободу, Иисус Христос пролил свою кровь и осуществил вот это искупление, этот выкуп для обретения свободы. Какая же идея или какие идеи передаются вот этим важным термином «выкуп» для искупления, для освобождения или же искупления? В 7 стихе это связано вот с чем. Мы имеем искупление кровью его, прощение грехов. Речь идет в первую очередь о грехах. Грех в Библии ассоциируется с термином «долг». Если сравнить, например, два текста молитвы Господней и Отче наш, то в одном говорится «прости нам грехи наши», а в другом «прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим. Грех – это долг. И всякий раз, когда человек нарушает Божью волю, он становится должником. И вина растет, сумма долга возрастает. Соответственно, «выкуп» – это термин, который в первую очередь касается оплаты долга. греха. Это означает нивелировать, списать, устранить долг, внести плату. И плата здесь кровью его, выкупом, искуплением кровью его, кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа была платой за грехи всего мира. Это величайшее благословение, которое Господь дает нам во Христе Иисусе. Когда мы смотрим, как эта идея раскрывается в иных отрывках Священного Писания, где используются эти же самые термины, вот это «несвобода» и «обретение свободы», то есть такой важный отрывок в книге «Деяния апостолов» в 26 главе 18 стихе, где говорится следующее. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Обратите внимание, говорится о власти сатаны. Когда человек обретает спасение во Христе Иисусе, он переходит от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Грех дает сатане власть над человеком. И вот искупление вины, оплата греха кровью Иисуса является способом обретения свободы. Человек уже не подвластен. Он переходит от власти сатаны к Богу. А чего еще искупил Иисус Христос кровью Своей? Первое послание Петра, первая глава стихи 18 и 19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца». Та же самая тема, та же самая терминология. Отчего мы искуплены кровью Христа? От суетной жизни, преданной нам от отцов. Речь идет о какой-то наследственности. И апостол Павел в послании к римлянам в пятой главе об этом рассказывает подробно. Грехом вошла смерть, и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем в Адаме все согрешили. Речь идет о том, что человек рождается на свет греховным, потому что происходит от греховных родителей. Речь идет о предрасположенности ко греху, о том, о чем апостол Павел в седьмой главе послания к римлянам говорит, «Я умом своим понимаю и нахожу удовольствие в законе Божьем, но в телах моих членов в теле моем, в членах моих вижу иной закон, который противоборствует, который делает меня пленником». Вот от этого освободил нас, от суетной жизни и преданной от отцов искупил нас Иисус Христос. Это касается и итога этой жизни, смерти, а также и силы греха. Иисус Христос обрел победу над грехом, и в нем и в нем есть сила для преодоления греха в жизни человека. Каков смысл термина искупления? Чуть дальше, в этой же первой главе послания апостола Павла в Ефес, в 14 стихе, который есть залог наследия нашего для искупления удела его похвалу славы его. Снова говорится об искуплении. Но здесь уже в несколько ином контексте. Это залог того, что будет в будущем. Залог наследия его для искупления удела его. То есть залог уже получен, а само искупление еще впереди. Термин искупления в Священном Писании, искупления именно кровью Иисуса Христа, он описывает как начало духовного опыта прощения грехов, избавления от несвободы, избавления от вины, избавления от власти сатаны, победа над силой греха, так и окончательную будущую победу и полное освобождение от явления греха, от греховной природы в естестве человека. Об этом можно прочесть в послании апостола Павла Кремлянам в 8 главе в 23 стихе. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, вот тот самый залог Духа, о котором мы только что читали, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления искупления тела нашего». Настанет момент, когда верующие, имеющие залог Духа, обретут полную трансформацию. Это изменение тела, преобразование тела, когда все следы греха и тяги ко греху будут преодолены. Вот это дар, который приготовлен нам во Христе Иисусе. Продолжаем читать первую главу послания апостола Павла в Ефес и обратимся к стихам 9 и 10. Но прежде нам важно не пропустить еще один ключевой вопрос. Вследствие чего вот это все стало возможным? Это искупление и прощение и отпущение грехов. В стихах 7 и 8 написано «По богатству благодати Его, которую Он облагодатствовал нас, которую Он в преизбытке даровал нам». Важно помнить, что Бог не был принужден к этому, что у Него не было необходимости это делать. Вот это искупление, этот выкуп и это прощение грехов, это все делается по богатству благодати Его, потому что Бог благ, Бог благодатен. И вот Он в преизбытке дарует свою благодать. Вот эта причина. Всегда важно помнить, что это исходит из самого естества Бога. Ну, а теперь стихи 9 и 10. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Господь сказано «открыл нам тайну своей воли». Проявлением чего это является? Проявлением чего является откровение Божьей воли для нас? 9 стих говорит «по своему благоволению». Вновь та же самая причина. «По своей благой воле». Потому что Бог таков. А чуть ранее мы уже читали стихи 7 и 8 «по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». То есть вот откровение этой тайны. Это премудрость, это разумение Божьей воли. Все это по богатству благодати, по Божьему благоволению. Какова же Божья цель? Какова Божья конечная, грандиозная, финальная цель? И почему в ней есть нужда? Десятый стих говорит о Божьей цели. «Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом в устроении полноты времен». Есть определенные временные промежутки, в рамках которых Бог достигает промежуточных целей, а его глобальная конечная масштабная цель все небесное и земное соединить. Речь идет о воссоздании единства во всем мироздании Божьем. Вот Божья цель, а почему же в ней есть нужда? в этой шестой, в этом же послании апостола Павла Ефесиным в шестой главе в стихах с 10 по 12 есть следующие слова. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мирправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот причина. Мы находимся в состоянии войны, идет вселенская духовная война, которая локализована на земле, и в ней все земляне участвуют. Здесь упоминаются дьявольские структуры, личности духовные, которые последовали за ним. И говорится о начальствах, властях и мироправителях тьмы века сего, о духах злобы. Земля находится во власти дьявола. Он называется апостолом Павлом Богом века сего, князем, господствующим в воздухе, другом отрывке и так далее. Несмотря на победу, которая одержана на Голгофе, у дьявола по-прежнему на земле сохраняется его власть и многие созданные им на протяжении тысячелетий структуры. И вот поскольку возникло вот это отчуждение, поскольку земля выпала однажды из гармонии всей вселенной, попав во власть дьявола и бесов, Божья цель в устроении полноты времен воссоединить небо и землю, вернуть гармонию во вселенной. И вот послание в Ефес, оно как раз-таки раскрывает вот этот грандиозный Божий план достижения этой цели воссоздания, воссоединения. Послание в Ефес, первая глава, стихи одиннадцатый и двенадцатый. «В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все поизволению воли своей, дабы послужить похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа». Итак, кем мы стали во Христе? Ответ одиннадцатый стих «наследниками». О том, что мы были усыновлены, мы уже читали в пятом стихе, сказано, предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа. И всякий, кто получает усыновление, он приобщается к всем ресурсам и богатствам семьи, сыном приемным или дочерью приемной, которой он стал. Так вот, мы наследники. Нечто мы уже обрели, но много еще нас ожидает впереди. Итак, мы стали наследниками. Почему Бог это сделал? 11 стих «По изволению воли своей». Апустол Павел снова и снова подчеркивает, что это из-за того, что Бог таков, потому что Он настолько благо по изволению воли своей. Он взял нас к себе в сыновья и дочери. Какова же Божья цель для нас? 12 стих «Послужить к похвале славы Его». Через нас Бог желает продемонстрировать свою славу. Что это означает на практике? Вот, например, книга Иеремии, 34 глава, стихи 15 и 16. «Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждой свободу ближнему своему, и заключили предо мной завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу своего, которых отпустили на волю, куда душей их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями». Есть определенный закон о продолжительности пребывания в этой форме экономической зависимости, когда нужно отпускать на свободу тех, кто тебе был должен и отрабатывал. И вот люди, к которым обращается пророк Еремия, они вначале поступили по заповеди, а потом, сказано, раздумали и обесславили имя мое. То есть они прославили своей жизнью, своими поступками, своими деяниями имя Божие, когда поступили по заповедям Господним, а затем, когда пошли в разрез им, они Бога обесславили. Наша цель, Божья цель для нас и, соответственно, цель нашей жизни, тех, кто обрел спасение во Христе Иисусе, все эти огромные благословения послужить к похвале славы Его, чтобы через нас Бог прославился. А это происходит тогда, когда мы живем по Божьей воле. Последние два стиха на сегодня, послание в Ефес, 1 глава, стихи 13 и 14. «В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Как получить вот это запечатление, запечатление Святым Духом? 13 стих дает очень ясный, четкий ответ. «Услышав Слово Истины и уверовав в Него, вы запечатлены обетованным Святым Духом». В Него, то есть в Иисуса Христа. Перед этим 12 стихе в конце написано так. «Мы ранее уповали на Христа, и вы, услышав Слово Истины и уверовав в Него, в Христа, вы запечатлены обетованным Святым Духом». Вот как обрести Святого Духа. Еще раз. «Услышать Слово Истины, благовествование и спасение Евангелия и уверовать в Иисуса Христа». Вот это способ обретения Святого Духа, способ обретения печати Святого Духа. Что же означает термин «залог»? Говорится, что Дух Святой есть залог наследия нашего. Термин «залог» предполагает две очень важных истины. первое. Полная мера обещанного еще впереди. Залог – это задаток, это первая часть всего, что будет обретено в будущем. Начало духовного опыта, каким бы ни было оно воодушевляющим, радостным, памятным, не может составлять с собой все. Дальше начинается служение Святого Духа в нас. Освящение, преобразование, крещение Духом и так далее. Залог – это лишь начало. Об этом важно помнить всегда. И о том, что еще, что впереди, насколько все масштабно, что Бог для нас приготовил, об этом даст Господь в следующем уроке. Вторая же идея, которая содержится в термине «залог» – это идея гарантии. Получение всего наследия гарантировано, поскольку первую часть от Бога мы уже получили. Залог – это гарантия того, что оставшаяся часть наследия также будет получена. Что-то мы уже обрели, чем-то мы уже пользуемся и благословляем за это Бога, но Бог желает сделать в нас и для нас намного больше. Это всё, на что у нас было время сегодня. Если материал этого урока вам принёс благословение, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь ссылкой на этот урок с другими, чтобы и иным он принёс благословение. Не забудьте подписаться на канал Центра Духовного Просвещения, если ещё не подписаны, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, если они есть. До встречи в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею